Стать в 22 года президентом не мечта, а реальность. Сегодняшний герой уже как месяц занимает должность президента ассоциации по воркауту. Знакомьтесь, Михаил Исайкул, молодой борец за правильный и спортивный образ жизни. Знакомьтесь, Михаил Исайкул, мне 22 года. Сейчас на данный момент я учусь в университете спорта на третий курс, факультет педагогический. Шесть лет занимаюсь воркаутом. Это уличный спорт, который развивает свою силу, выносливость на уличных снарядах. Раньше занимался футболом где-то 10 лет. Почерпнуть, что ты стал президентом ассоциации. Как удалось? Я знаю, что вы долго шли к этому. Мы уже где-то два года шли к этому. Мы создали сейчас где-то месяц назад ассоциацию, потому что мы сможем развивать этот спорт посильнее уже. Достучаться до нашего правительства, чтобы они построили еще побольше площадок, побольше мероприятий, связанных с здоровым образом жизни. Это была основная цель. Сделать ассоциацию, которая бы помогала и развивала в Молдове вот такой спорт. Да, это была основная цель, потому что наше будущее зависит от нас только. Как мы им поможем, мы дадим побольше площадок, чтобы они занимались, побольше разных интервью, побольше мероприятий, чтобы они потянулись к нам и вели с нами здоровый образ жизни. Глобальным темам попозже. Хочется узнать, как ты пришел к этому спорту и почему именно такое направление. Я видел в интернете ролики Ганнибала Форкинг, это первый основатель из Америки. Он занимался этим спортом, не только на снаряду, но и на чего угодно. Он занимался где угодно и на чем угодно. Мне очень понравилось его видео, и я хотел тоже начать заниматься этим. Поначалу мне было очень-очень тяжело, но со временем я уже начинал привыкать к этому и уже потянуть других ребят к себе. Ты забросил футбол и стал заниматься этим. Ты вначале сказал, что когда стал заниматься этим спортом, были сложности. В чем сложности? Что не так сил было много, не так формировалась, допустим, мышечная масса, мускулатура. В чем проблемы были? Сил у меня как бы было, потому что у меня база какая-то уже была, но были проблемы, да, потому что у нас не было где заниматься. Вот сейчас есть люди, есть где заниматься, есть уже люди, которые с опытом могут что-то подказывать. Но мы начали сами, мы только смотрели в интернете, там пробовали, у нас не было никакого образования в этом, никакого не было ничего. Мы сами все начали, сами смотрели, сами уже со временем уже мотивировали других. А где раньше занимались? Понятно, что в последние годы вот так появляются площадки, есть возможность где позаниматься, подкачаться. Ну, раньше мы занимались на старых площадках, это уже Советского Союза, которые были, которые мы нашли потом. Мы могли даже в центре где-то там заниматься, на скамейках, в деревьях каких-то там лезть. Так начали. А это не пугало, когда ты хочешь заниматься этим спортом и вот такие условия? Ну, как бы... Или наоборот все было, наоборот вам это давало возможность? Наоборот, это давало возможность, потому что здесь, в этом спорте, ты сам выбираешь свой путь, у тебя нет никого, ты сам делаешь выбор, как заниматься, когда заниматься, где заниматься, на чем угодно. Ты сам, как бы, что ты думаешь, так и делаешь. Многие парни, смотря на тебя, думают, вот как обрести такую массу, как получить такое тело. Нужно не только заниматься, как ты занимаешься и все, надо уже, знаете, что кушать, как питаться, потом надо знать, сколько надо спать в день, там, надо уже знать, мы в университете уже учим там биомеханику, все это, как мышцы растут, там, все такое. Как ты лично питаешься? Потому что мы видим картинку и все думают, просто вот отжался и он это все имеет. Нет, это много времени, мне все дается сразу, это надо работать над собой. В первую очередь я питаюсь 5-6 раз в день. Что ты ешь обычно? Ну, утром, если утром начинают, там, с кашей, овсянкой, там, с каким-то, там, мюсли, там, идет еще 3-4 яйца, с бананом можно тоже так. Ну, мы там меняем. Потом у меня второй прием пищи где-то в 11 часов занимает, там, какой-то рис и салат какой-то, там, грудку. Потом уже третий прием пищи мне в 3 часа занимает тоже примерно так, или рис, или гречка, или там, макароны. Тоже с каким-то мясом, или рыбой, и тоже с клетчаткой, тоже надо употреблять какой-то, там, салат. И потом четвертый прием пищи у меня уже идет шейкер после тренировочной, пью, там, протеин. Это ничего страшного нет в этом, многие боятся от этого. И уже с шестой на ночь я кушаю обезжиренный творог. И многие задаются вопросом, а как же сладкое? Вредные гамбургеры, бургеры, торт, пирожные, ты это ешь или это все так? Это я насчет гамбургеров, пирожных не ем. Насчет сладкого могу и употреблять сладкого, но употребляю сладкого только после тренировки. Потому что, когда закрываешь облеводный отод, там, нужна какая-то энергия, и мы употребляем сладкое. И можно перед тренировкой, чтобы не кушать сладкое и сразу ложиться спать, потому что у тебя там... Ты живешь в Кишиневе, ты родился здесь? Нет, я живу в Качьер, это Дубасарский район, там возле Денистра, там у нас очень красиво. А сейчас я здесь учусь и как бы живу в общежитии, да. Как родители твои относятся, что их сын внешне и духовно такой сильный парень? Когда я только начинал, им не нравилось это, потому что это как бы и травмоопасный спорт, ты можешь крутить там что-то и поломать. Но потом со временем, вот, сейчас они уже, я им очень благодарен, потому что они уже помогают. Когда что, какие-то соревнования там что-то, потому что у нас спонсорства пока очень мало, и когда я еду куда-то на какие-то соревнования, они нам помогают. По поводу травм, были ли они в твоей жизни, если да, вот как ты выходил с этого? Травмы были, но там не были такие серьезные травмы, потому что если ты работаешь, как бы базу делаешь там, или если работаешь с тренером, с каким-то там человеком, который здесь отвечает за эту площадку, он помогает, он дает советы. У меня были травмы, когда я начал только сухожилия здесь поломал, и разные растяжения, но такого серьезного, чтобы что-то поломать серьезное, чтобы там долгое время не было. Где-то она мог восстановиться там месяц-два. Глобальной теме, ты занимаешься этим 6 лет, как развивается этот спорт? Есть ли прогресс, есть ли какие-то итоги, плоды? Плоды есть, люди к нам потянутся, уже побольше народу начинают понимать, что такое здоровый образ жизни, начинают к нам потянуться. В общем, в глобальной теме по всему миру тоже очень серьезно относятся и занимаются. А так, в общем, в других странах, во всех странах развивается понемножку. Ты до интервью сказал, что вас очень много в Молдове, людей, которые занимаются этим спортом. Можешь сказать эту цифру? Примерно, которые занимаются базой, не так серьезно, которые начинают только там ходить, ну это примерно тысяча. Что необходимо вам, чтобы вы развивались, вы занимались? В первую очередь нам необходимо, чтобы отцы, матери взяли детей и ходили с ними на эти площадки и показали им пример. По своему примеру, там не сидеть где-то с бутылкой пива или сигареты и курить, а прийти здесь на площадку и заниматься, показать пример. Потому что дети, это наше будущее, они не, ты что говоришь, им они не очень берут себя, но ты что делаешь, они смотрят и берут, и тоже хотят заниматься этим. Ты президент ассоциации, а какие планы, какая стратегия есть? Вы хотите, возможно, всю Молдову покрыть площадками, чтобы все бросали курить, пить и занимались только спортом? Ну да, главная цель, да, чтобы побольше народу начали осознавать, чтобы такой здоровый образ жизни начали просто пить и курить. И чтобы было побольше, побольше таких площадок. Потому что если у нас будет много, люди у меня останется, что делать, что тоже начнут с нами заниматься. Потому что у нас разные проекты, мероприятия, которые мы будем проводить, чтобы развивать этот здоровый образ жизни, этот спорт в целом. Также ни для кого не секрет, что любой спортсмен всегда едет на соревнования за свои деньги. Ты тот человек, который также за свои деньги ехал, или были спонсоры, но не государство? Да, я ехал в 2014 году на чемпионат мира в Казахстане. Скажу даже огромное спасибо организаторам из Казахстана, потому что они полностью покрыли все. И дорогу, и там питание, и проживание, все они покрыли. Было 75 стран, я как бы на 18 месте там из 75 стран. Это хорошо, но нормально. Ну это отлично. Ну да. Потом уже в Румынию ехал, как бы быть судей за соревнования, судить. Потому что здесь есть опыт в этом направлении, и был там судит, там тоже оплатили дорогу. У нас как бы в этом спорте так принято, что если мы делаем какие-то соревнования, то мы принимаем участников за свои деньги уже. Мы оплачиваем, мы все. А если ты хочешь сам где-то пойти, там есть какие-то соревнования, если ты сам тебя не приглашают, то должен ты уже заплатить. Про питание ты рассказал, а как тренировки проходят? Ты занимаешься, возможно, два раза в неделю, либо каждый день. Зависит от подготовки. Если у тебя соревнования, скоро ты должен заниматься там каждый день. Должен бегать с утра, чтобы скудеть, как можно сравнить. Потому что у нас в спорте, чем ты легче, тем тебе лучше все сделать. Тебе не так сложно. И если у нас соревнования, то я занимаюсь каждый день. Там могу и два раза в день заниматься. Если там нет соревнований или какие-то соревнования по стритлифтингу с дополнительным весом, там потягивание на брусьях и отжимание на брусьях с дополнительным весом, то там я занимаюсь уже как бы через день или через два дня, чтобы мышцы отдохнули. На улице потеплело, а стали считанные месяцы до летнего отпуска. Так что пора себя взять в руки и переходить на сторону полезного и здорового образа жизни. Возможно, и вы в будущем станете президентом. Субтитры подогнал «Симон»!